Девушки отдыхают Ну что же, поехали! Девушки отдыхают 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 А ну, говори, или тебе конец. Это Уокер. Стой! Стой! Пошел ты! Я Уокер. Валим отсюда. Ай, черт. Ай, черт. Надо уходить. Я знаю одно место. Руку. Ай, черт. Ай, черт. Вот это место. Пока мы здесь в безопасности, но чучки перевернут весь район, чтобы найти нас. Надо найти другую ячейку сопротивления. Черт, как неудачно я словил пулю. Да уж. Ты помнишь? Этот телефон, наш пропуск на свободу. Если ты сможешь найти передатчик и его взломать. Он поймает скрытый сигнал сопротивления и укажет ближайшее убежище. На, держи. Мы действуем слепую. Ты должен найти тайник сопротивления с информацией об этом районе. Включай координаты приема передатчика. Но поторопись, Брэдди, у нас нет времени. Ладно, погнали, ребятки. Вот, наконец-то, игра началась. А то все заставки, заставки. Театр нам показывают. Так, В. Достать смартфон. Приложение, блокнот. Мобильное приложение. Здесь у нас есть обучение. Журнал заданий. Карта. Сообщение. С помощью камеры можно помечать врагов и так далее. Блокнот. И радиомаяк. С помощью приложения можно ходить в тайник. Если недалеко от вас тайник, смартфон подаст сигнал, если вы запустите приложение недалеко от тайника. Вы видите радар. Хорошо, хорошо. Итак, нужно найти тайник сопротивления. Не знаю, ничего хорошего. Все движение приостановлено. Еще один день в этом районе. Да уж. Местечко кто еще? Дроны у нас тут повсюду летают. Настоящий кошмар. Внимание. В зоне проводятся специальные операции. Все движение приостановлено. Руки вверх, глаза вверх и молись, чтобы все было в порядке. Да. Хорошенечко тут в Америке северные корейцы обосновались. Ну, вообще, учитывая то, что им вот до такого еще расти и расти, то, конечно, да, это невероятно. Невероятно. Я уже давно слежу за этим местом. И кажется, здесь никого нет. Как насчет пойти поискать там что-нибудь? Нет. Не стоит связываться с такими местами. Поверь, там живут серьезные люди. Да, но сейчас там никого нет. Они найдут тебя и переломают тебе руки. И что ты потом будешь делать? Заработать можно иначе. В районе спятя. Так, сопротивление часто помечают синие краски, тайные проходы и точки доступа. Внимание! В зоне проводится специальная операция. Отлично. Все движение приостановлено. Ага, тут у нас ящики, ящики, ящики. И в ящиках можно найти много чего полезного. Еще можно, конечно, найти вот таких уточек. Ну, я не знаю, нужна ли нам или нет. Видимо, нет. Так, тайники отмечены знаком доллара. Неожиданно прямо такой поворот. Знак доллара, тайники. Кто бы мог подумать? Так, что у нас здесь? Запал. В каком-то холодильнике у нас запал лежал. Непонятно почему. Революция близится, надпись. Птичка, источники питания. Так. Интересные часы в 2025 году. Плюс календарь. Итак, найдите ближайшие приемы передачи КНА. Окей. Так, соотправляемся туда. Да уж, конечно. Напряженная тут обстановочка, я вам скажу. Хм. Здесь ничего не было? Ну ладно, бывает. Кирпичики. Такс, давайте-ка. Покажи документы. Внимание! В зоне проводится специальная операция. Кто сказал, кому покажи документы? Я так и не понял. Ну ладно, идем дальше. О, ну и дыра. Просто жуть. Кошмар. Мы ведь уже встречались, да? А, не уверен, господин, не уверен, не уверен. Лучше я пойду. Что-то я притырил у тебя, так что лучше я пойду отсюда, да, побыстрей. Чего вы делаете? Почему эта машина еще не разобрана? Серьезно. Эй, ты потерялся? Тебе поможешь? Не-не-не-не-не, помогать мне не надо. Так, у вас что, тут рыночек, да? Да, похоже, у вас тут небольшой рыночек. Да, ну, правда что? Аптечка, взрывчатка, батареи. Продать ценные вещи. Продал ценные вещи за 70 долларов. Неплохо. А, нет, пожалуй, я откажусь. Ты слишком хороша для меня. Не-не-не-не-не-не, я пошел, ну нафиг. Так, куда мне туда, да? Скорее отсюда валим, господи боже мой. Внимание, в зоне проводится специальная операция. Все движение приостановлено. А, куда мне, погодите-ка. Сюда. А, во, понятно, синеньким, да, блин. Брезентики. Но они проводятся специальной операцией. Ой. Старые добрые брезентики. Итак, взламывайте сетевые приемы передатчики, чтобы на карте отображались ближайшие точки интереса. Ладно, откройте панель двигая мыши и расшифруйте коды доступа. А, 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 во. Окей. Так, тоннель сопротивления, тайник сопротивления. А мы здесь. Уже неплохо. Ой. Все, вот так. Выходим. Так, так, так. Кто это у нас? Ну, то есть понятно, кто корейцы. Тут еще может быть. Опа. Опа. Черт, это локер. Это ничего не меняет. Слышите меня. Отпустите его. Поднимутся другие. Вы никогда. Пошли вы на... Пошли на... Жестко. Поверить не могу. Его поймали. Видели его ногу? Ужас. Такс, ну что? Нужно валить, говорить об этом скорее. Хотя, я думаю, это и так уже узнали все. Тут новости такие распространяются быстро, я так думаю. Так. Господи, встаньте вы от меня. У меня ужасные глаза. Не подходи ко мне. Кошмар. Внимание. В зоне проводятся специальные операции. Все движение... Так, желтая зона Глинтри. Господи. Ищешь кого-то. Нет, нет, только не тебя. А ты не за деньгами? Нет, 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 нет. Отстаньте. Все. Фух. Фух. Свалили. Внимание. В зоне проводятся специальные операции. Включаем фонарь. Все движение приостановлено. Эм... Смотримся здесь немножечко. А что в холодильнике? Не знаю. Может что-то и было, да я не подобрал. Желтые предметы можно разрушать. Ага. О, понятно. Жмите F, чтобы нанести удар. Хорошо. А... Вот, запал. Здесь можно будет собирать всякое оружие, типа того. Ну, наверное. Я не уверен, конечно, в этом. Но, наверное, какие-то все-таки примочки собирать можно. Иначе нафига бы я все это собирал. Вот так вот как-то, да. Логика. Опа. Опа. Так. Генератор. Ммм. Интересно. Интересно у нас здесь пути к сопротивлению, конечно. Они каждый раз так ходят. Серьезно. Не замучились? Ребят, надо придумать что-то поумней. Потому что каждый раз перелезать вот через все эти вагоны и в метро, это вообще кошмар какой-то. Можно было как-то расчистить дорогу, что ли, в конце концов. Непрактично. Первый раз, конечно, очень романтично сюда добираться. Но если тебе нужно ходить сюда каждый день, то, боже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Получи, сука! Ты видел скус? Он такой, какого хрена? А потом, бум! Я видел. Куда собрался, а? Шпион. Предатель хренов. Сопачку риса пытался нас чучком сдать. Надо его проучить. Шур, я первый! Тише, Бэнкс. Нужно докладывать дань, если кого-то поймали. Ты же не хочешь ее разозлить? Ну, надеюсь, она мне кусочек оставит. Не думаю. Вряд ли мы еще увидимся. Вот так-так-так, засадка у нас здесь. Тяжел, гад, а? Когда Дана закончит, он станет полегче. Точно! Ха-ха-ха! Дело-то в том, что мы свои. Привет, дружок. Я Дана. А ты... Мистер Шпион. Ты и я. Мы поиграем. Ты расскажешь, что Чучхи знает о нас. А я обещаю. Много боли. Играть, боюсь, мне будет веселее, чем тебе. Вопрос лишь. Играем быстро? Или же... Очень... Медленно. Кричи так громко, как хочешь. Окей? Не надо страдать в тишине. Окей. Начнем с сосков. Эй, Дана, у тебя гости? Кто он? Э-э-э... Всего лишь Шпион. Хотела допросить. Кто сказал, что он Шпион? Ну, так Бейке рассказали. Те двое? Дана, не смеши. Что было с собой? Ну-ка. Документы. Кто же ты? И Тон Брэдди. Я помню, Уокер сообщал, что они придут вместе. Почему не сказали мне? Да тебя не найдешь, когда нужно. Ты новенький у Харви, да? Мне жаль, что так случилось. Но ты выжил. Нам нужен такой, как ты. Я Джек Пэррис, кстати. Это док Сэмбернет, и с Даной Мур ты уже близко знаком. Тебе повезло. Ты в порядке? У него травма. Может, сотрясение? Дам тебе таблеток. Эй, Дан, не надо пилю. Он нужен сознание. Травмы головы непредсказуемы. Голова болит? Тошнит? Он в порядке, Дан. Ты понимаешь, где ты, Брэдди? Ему здорово досталось. Не добавляй новых проблем. Выправь ему документы и отпусти. Это не просто, Док. Ты сам видел, Кенеа он нужен. Да такие нужны и нам. Он не боится рисковать. И видел он слишком много. Да. Что скажешь, Брэдди? Останешься с нами, а? Не обещаю славы. Зато смерть на каждом шагу. Ого, с такими речами я поражаюсь, что мы еще не победили. Да поэтому и нужен Уокер. В речах я не специалист. Так, есть кто против Брэдди среди нас? Да. Нет? Супер. Ну, раз никто не слушает, вернусь-ка я к работе. Удачи, сынок. Пока, Дон. Ладно, как только узнаем, где Уокер, придется как-то его вытащить. Без него нам конец. Но все по порядку. Мы потренируем тебя и покажем тут все. Я ухожу. Разберусь с передатчиком. Лады. Так, ну что же, наконец-то мы можем встать. И я не знаю, почему наш... Он все говорит. Он разглядел в тебе потенциал. И раз он тебе верил, инстинкты говорят, что ты в порядке. Угу. Ну, хорошо, раз твои инстинкты тебе так чудно подказывают. Непонятно, почему наш персонаж не говорит. Совершенно это никак не объясняется. Даже в самых вот таких вот тяжелых ситуациях. Он почему-то сидит и молчит. Ему готово отрезать соски, простите меня. А он молчит. Ну, я не знаю даже, как это еще оправдать. Кроме того, что, может быть, он немой. Вот, вот разве что. Разве что. Так. Ну, пойдемте-ка за этим бравым солдатом. Надо больше таких, как ты. Таких, кто восстанет вместе с нами. Это сейчас самое главное. Надо расшевелить людей. И вскоре мы вызовем лавину. Соберем весь город. И у чучхейцев не останется шансов. Вокер и скра. Люди пойдут за ним. Надо его вернуть. Это да. Хотя, может быть, он просто тупой. А мы здесь уже несколько месяцев. Это часть расширения метро Броуд-стрит. Законсервированного еще в 21-м, когда у города закончились деньги. На довоенных картах его нет, так что чучхи о нем не знают. Вот она, Брэдди. Это сапог, который врежет под... Иди сюда. Сколько пафса? Итак, все по порядку. Дадим тебе американскую сталь. Это... Сидни Кук. Он оружейник. Кто это? Это Итан Брэдди. Он помогал Уокеру. Уокера арестовали. Это не вина, Брэдди. Насчет Куки не беспокойся. Он всегда недоволен. Но зато оружие улучшает гениально. Потому-то мы его и держим. Так ведь, Куки? Куки золотые руки. Однажды ты вот так пошутишь, и я тебя пристрелю. Вот умора будет, да? Сидни, успокойся. Брэдди нужное оружие. Что есть? Можешь взять. Это. Если из тебя выйдет толк, то можно будет обсудить что получше. Хм. Выглядит не очень. Но ладно. Так, главное меню. Лавка, подобрать снаряжение, продать ценные вещи. Мне есть что продавать? Ладно, продадим. 20 баксов. Подобрать снаряжение. Пистолет. Ничего нету. Так, лавка. Я знаю, ты считаешь, что от пистолета мало толку. Но с помощью одного из особых наборов Кука ты сможешь превратить его в пистолет-пулемет. Ага. Пистолет-пулемет, пожалуйста. Цена 3 единицы чего-то там. Не знаю, что это такое. Может быть, какая-то репутация. Скорее всего, это так. Такс. Так, теперь попробуй изменить пистолет. Итак, у нас здесь меню улучшения оружия прям как в кризисе. Прям вот точь-в-точь. Один в один. Гениальная идея была в какой-то... То есть в то время ввести вот такие вот модификации для оружия. Именно когда вот игрок смотрит на него. Ох, я помню, когда первый раз увидел вот это. У-у-у, это было просто нечто. Да. Теперь, конечно, уже все это выглядит не ново. Но, тем не менее, классно. Шикарно. Пистолет-пулемет взял, собрал. Неплохо, неплохо, неплохо. Так. как и бойцы не передала здоров здоров вносит свою лепту вот доктор барнет он хороший пример но так эту войну не выиграть суть в том что нам надо накопить силу усилив активность в красной зоне мы устраиваем засады налета это ослабляет чучей и усиливает нас в итоге мы одержим в желтых зонах мы сражаемся за сердца и умы живущих там мы даем им веру в нашу победу и когда уокер у нас лишь одна попытка надо быть на готове отлично не нужно чтобы ты направился в красную зону да на тебя обучат в этом деле она здесь лучше главное старайся ее не злить да я же вижу что я не зря тебе верю ладно не нужно идти туда неподготовленным возьми пару коктейлей молотова и лорна помоги новичку тебе бы научиться их делать самому возьми ингредиенты и попробуй ну-ка давай а теперь смешай все вместе собираем а вот и он хорошо теперь ты готов молотова эффективны против пехоты но бесполезны против дронов или машин поэтому берегись их в элмтри туда удачи тебе ну вперед идем в элмтри что это у нас райончик какой-то красная зона элмтри поехали итак оружейная лавка торговая точка в которой можно приобрести оружие улучшающие модификации ладно встретитесь с отрядом данный мор эх это девочка единственный лучик в этой игре поможет взломать передачи к на получи координаты всех операций к на в этой зоне это дано я поняла мы это сделаем как только мы доберемся до передачи как она мы загрузим здесь патруль наверное ночью поменяли маршрут что делать в обход не успеем нужно атаковать ну что ж время пострелять сюда ладно приезжает тебя обучать а я похоже немного тебе задолжала так что будешь учиться у лучших постарайся ничего не испортить у нас новый план мы нападаем на этот патруль бреди тебе лучше пойти джимменом и постараться не умереть джиммен привет халф-лайфу постарайся выжить постараюсь альфа что там у вас секунду прямо перед нами на м3 авеню ловушки с бочками бреди нам сюда быстрее чувак а я и так иду впереди тебя что тебе еще нужно у аптечка неплохо через окно и сразу пригнись ладно хоть бы сработало приближаются к отметке вот уже почти ну ка бреди будь готов сбросить бочки не сейчас жди давай ну вот как то так взрывай бочку штаны никак не рвали вот наконец-то так где они боже мой что все взрывается ух ты ёлки-палки это меня так быстро пристрелили неожиданно слушайте что ты как-то откуда вообще что а все я понял меня взрывом повредило вот оно что ну как-то мощно рванул я даже не ожидал ладненько давай 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 погнали альфа что там у вас где мой пп секунду прямо перед нами на м3 авеню ловушки с бочками бреди нам сюда быстрее чувак а то вы не знали о них серьезно они так говорят как будто бы типа что ловушки нам повезло так ладно все отлично теперь можно бы отойти вот так вот так все на бочку надо покатилась в борт его все взрывается ладно где какие ищейки господи ладно пошли на вот есть взорвали отлично так чудо ой ёма у меня боеприпасов нету бегом 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 группа огневой поддержки со мной сваливаем так сваливаем я не против куда мне патронов бы ребят ни у кого патронов не завалялось это мне прямо очень надо да зарезу да это айзек мы тут совсем одни где вы все айзек у нас неприятности нам лучше разделиться все двигайтесь к передатчику может кому-то удастся до него добраться бреди я загрузила его координаты в твой телефон удачи окей работа для хакера новое задание итак м добавлен дневник ударные точки ударные точки ключевые объекты кна они представляют собой отличные цели для сопротивления мы получаем технологии при захвате захватываем и покоряем сердца и умы в районе размещения точек зачем ну типа это я как бы уважение завоевываю зачем так написать а ладно неважно в ударных точках часто находятся полезные вещи но это так пафосней на самом деле вообще эта игра наполнена пафосами очень много надуманного пафоса Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Пэриш, как у тебя дела? Вы еще не у передатчика? Нет. Пэриш, мы в беде и разделяемся. Не волнуйся, один из нас дойдет. Я рассчитываю на тебя. Такс. Ну, мне куда-то сюда. Блин, патронов-то нету. Что делать? Давайте-ка обратно пистолет сделаем. Ага, вот так вот. На этом складе находится приемо-передатчик КНА. Если мы получим к нему доступ, мы узнаем, где находится... Угу. Так. Отлично, взломали. Сахарный завод Вестбери. Ну вот, мы тут открыли всякое. Чудно. Брэдди, это Мур. Ты смог добраться до передатчика? Впечатляет. Да. Нам пригодятся эти данные. Думаю, Пэриш в тебе не ошибся. Я попробую разузнать о блокере, а ты пока познакомься с нашей работой. С удовольствием. В этом районе находится наш главный арсенал. Им заведует Нед Шарп. Отправляйся туда и познакомься с ним. Я уже загружаю координаты в твой телефон. Увидимся, Брэдди. Так, скупили мы винтовочку. Сейчас мы этой винтовочкой будем их стрелять. Вообще, я так понимаю, у нас игра в открытом мире, соответственно, убивать их особого смысла нет. Слушайте, они взяли Окера. Нам надо его вернуть. Мы вернем. Я хочу, чтобы все были внимательны. Любое слово, залег. Малейшая зацепка о том, где они его держат, должны быть переданы нам. Вы поняли? Ладно. Конечно. Да. По рукам. Опорные пункты кажутся неприступными, но, похоже, есть способы проникнуть внутрь. Так, что вы... Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Я просто мимо проезжал, мимо проезжал, мимо проезжал. Ничего страшного. Все нормально, нормально, нормально. Все отлично. Я... Мы нашли уязвимое место рядом с инферацией. Заложи туда взрывчатку, и ты проложишь себе дорогу. Почему он упал? Хоть бы поставил нормально мотоцикл. Все же он неплохой был, послужил тебе. Кое-кто даже думал перепрыгнуть стену на мотоцикле, но для этого нужно быть совсем чокнутым. Мы видели чертежи, на которых показано, что в такие места можно попасть через тоннели. Но эта информация не проверена. Какой бы вариант ты ни выбрал, это будет непросто. Поэтому тебе нужно подготовиться, ясно? Удачи, Брэдди. Спасибо. Экс. Привет, ребят. Альфа, где ты? В Л-3 ищем припасы Неду. Что случилось? Белли, хочется, чтобы все отряды искали Уокера. Десят, на башней всего. Понял. Мы вернемся, как только разберемся с грузовиком. Что насчет Гольштейна? Хелен говорит, следов нет. Черт побери. Что же с ними приключилось? О, ты, Брэдди. Мур говорила, что ты, возможно, заглянешь. Повезло мне. У нас патруль пропал. Твоя помощь мне бы не помешала. Подожди секунду. А что мне сейчас остается? Проверил ли он береговую линию. Возможно, они заблудились или пострадали. Если он свободен, скажи, чтобы нашел себе байк и езжайте туда. Извини, Брэдди. Я Нед Шарп. Я заведую арсенал. Как я сказал, я потерял патруль, проверявший сообщение о переводе Уокера в другое место. Они сказали, что нашли автоколонну, а потом связь оборвалась. Нам важны любые сведения об Уокере, и мы должны узнать, что с ним случилось. Я отправил людей на поиски, но район слишком большой. Я хочу, чтобы ты тоже помог их искать. Ладненько. Давайте-ка поможем. Что нам, в конце концов, еще остается? Я пытаюсь, Нед. Такс. Я говорил Энди, что он слишком самоуверен. Почему нельзя просто быть осторожным? Советую хорошо подготовиться. Что? Если ты идешь искать патруль Энди, возьми с собой бомбы. Ага. Они хороши и против машины, и против солдат. И дадут тебе шанс против чертовых БТР. Чертовый БТР. Ну, пойдемте-ка сражаться. Почему они не доложили? Мне же страшно стало. Что же он так орет-то, а? Господи. Что ты тут делаешь? От одного человека ничего не зависит. Все решает. Что-то прибивает. Как ты это прибиваешь вообще? Ладно, не важно. Не хочу знать, какой магией он пользуется. Так. Неплохая винтовочка. Согласны? Ой, господи. Господи. Да заткнись ты уже. Не выражайся. Посторонние, которые попытаются избежать задержания миротворцами, будут застрелены. Так. Эх, моноцикли бы какой-нибудь найти, а то как-то совсем печально что-то. Ой, да ладно. Так. Мне бы надо подлечиться. Ой. Да елки-палки. Со всех сторон просто налетают вообще. Просто город кишит этими корейцами, блин. Так. Почему у них здесь нет мотоцикла на базе? Ну, серьезно. Очень бы пригодился, между прочим. Кстати, что это? Просто инструмент, который я не могу взять. Ну, что ж, чудесно. Полезное место. Вообще, повстанцы очень щедрые люди. Ничем не делятся. Я, говорит, владелец арсенала, но я тебе ничего не дам. Иди гуляй. Ха-ха. Иди вон, покупай. Я тебе денежек дам только. За выполненные операции. Я вообще так понимаю, что здесь проще как бы просто пробегать мимо них всех. И все. Они какие-то туповатые. Нужно просто пройти и идти дальше. И все будет нормально. Здесь даже обойти можно. Видите, как удобно. Брэдди, по нашим данным, в этой аптеке КНА устроила склад оружия. Ой. Отправляйся туда. Возможно, там найдется что-то интересное. Понятно. Все с вами. Всякие точки, которые можно захватывать. Которые бонусы будут давать нам. Ну и в итоге, конечно, нужно будет под конец игры, я уверен, захватить минимум, там, две трети города. Для того, чтобы отправиться нам на финальную миссию. Эф, всем, это Энди. Нас загружили чучки. Срочно нужно... Помощь. Я договорил за тебя, брат. Брэдди, мы отследили сообщение Энди. Ты к нему ближе всех. Высылаю координаты. Отправляйся туда и узнай, чем им помочь. Как только смогу, я пришлю тебе подкрепление. Эм, ну ладно, точнее не пришлешь. Хотя, кто знает, все-таки здесь НПС много. Ой, ой, отстаньте от меня. Отстаньте от меня, я просто хочу уехать. Ой, мамочки мои. Ух ты ж, елки-палки. Ладно. Ладно, хорошо. Хорошо. Я подлечусь. Нормально. Так. Надо лут забрать с него. Я ничего не вижу из-за этого HDR эффекта. По идее, так и должно быть. Хорошо. Ничего не видно. Где он там? Понятно. То ли они далеко, то ли они близко. Что ж ты там делаешь? Что ж ты там ворочает этим ружьем то туда, то сюда. Непонятно зачем. Господи. Господи. Так. Где? Где еще двое? Здесь так высовываться не получится. Придется их всех перестреливать. Еще один. Ой. Может выбежать на него? Иди сюда. Вот так. Правда, я все здоровье потратил на него. Что-то они прям садят так нормально. Играю на среднем, как всегда. Хотя нет, бывает на сложном иногда. Редко. Так-с. А, тут еще у нас. Тут еще у нас куча бойцов. Ладно, что ж. Ага. И нам нужно отбиться. О, там БТР, ребят. Так, где мои гранатки? Вот они, мои гранатки. Господи. Ну. О, загорелся. Ха-ха. Да, правда, вот первое что-то как-то. Бронемашина один из пяти. Это, видимо, в этом районе. Все ясно. Пойдемте. Вон наша цель. Нам туда. Да. Да. Такой эпичный взрыв у него сзади на фоне. Неплохо вышло. Это, Нед. Спасибо тебе за все. Господи, как я ненавижу терять людей. И у нас осталась ниточка, ведущая к Уокеру. Парни Энди видели, куда его увезли. Наши наблюдатели сообщили, что кое-кто из них жив. Чучки схватили их и отвезли в желтую зону Эрлстон. Мы должны попытаться освободить их, чтобы узнать, где прячут Уокера. Я сейчас отправляюсь в Эрлстон. Ты не мог бы со мной встретиться. Мне показалось, ты умеешь добиваться результата. Я отмечу на твоей карте местоположение тоннеля. Встретимся там. К сожалению, ничего я не куплю. Телли Молотова. Все очень дорого. Хотя, вот, смотрите-ка. Глушитель. Нед сказал мне, что ты здорово помог ему. Я рад, что не ошибся в тебе. Он говорит, что ты направился в Эрлстон. И я хочу предупредить, что чучки знают тебя. Твое имя уже в новостях. Полис Пхеньяна назвала тебя убийцей. Будь осторожен, ладно? При встрече, Нед, ведет тебя в курс дела. Так. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Так, так, так. Прицел. Стоп, я же купил. Вот он. Его просто не видно на фоне. Все, отлично. Так, ну что же. Вот как-то так. Ну, неплохо, неплохо. Прицел 4Х. Мне нравится, слушайте. Даже, даже неплохо. Хорошо. Так, ну что же. Нам надо туда. Я не знаю, как отсюда выйти. Господи, какой-то лабиринт просто. Мне бы какой-нибудь мотик. А, там мотоцикл, кажется, есть. Или это просто указано, что... Нет, там действительно есть мотоцикл. Она использовала этот склад для обслуживания железнодорожной линии неподалеку. Ой, мамочки. Если получишь мотоцикл, мы могли бы переоборудовать его для себя. Серьезно? Вот так? Что-то как-то не очень удобно. Могли бы и выезд какой-нибудь сделать. Извините, ребятки. Извините, извините. Стоп, мне же вообще в другую сторону. Ё-моё. Ты очень многое делал. Да, да, да. Я прям очень многое сделал. Просто невероятно. Отстань от меня. Уйди. Ой, там всё закрыто. Там всё закрыто. Поэтому мы куда-то сюда. Господи. Господи, боже ты мой. Так. Мотик. Перевернули. Нет, мне всё-таки надо ехать и... Подальше отсюда. Вот сюда лучше. Да? Да. Вот сюда намного лучше. Там всё позакрывали. Просто ужас. Так. Воу. Ох. Всё нормально. Звук мотоцикла, конечно, мне мозг выносит. Как я через него проехал? Министный постоялец приёма передачи КНА. Если ты сможешь взломать его и подключиться к сети, мы получим ценные сведения о КНА в этом районе. О, отлично. Ну что ж, мы приехали. Просто чудно, дорогие друзья. Мы наконец закончили тоннель в Эрнстон. Я очень устал копать. Понимаю. Брэдди, да? О тебе сообщали в новостях. На тебя открыта охота. Будь осторожен в Эрнстоне. Ладненько. Ладненько, не вопрос. Ну что ж, дорогие друзья. Пойдём мы внутрь. Уже в следующей части. На этом у меня всё. А, вот, смотрите. У нас ещё здесь есть небольшой текст про прибытие в КНА. Я прибыл в США на борту самолёта ООН, вылетевшего из Великобритании и приземлившегося в Филадельфии. Мы приехали сюда, получив сообщение о том, что премьер-министр Кореи Джон Тесе отправил в США флот для оказания помощи. Он прибудет сюда в течение пяти дней, и наша задача наблюдать за действиями корейцев и предоставить в ООН доклад о том, как проходит процесс передачи государственной власти. Я имел удовольствие лично встречаться с премьер-министром, и я верю, что он намерен остановить США и помочь американскому народу оправиться от правления деструктивных лидеров, которые довели страну до её нынешнего состояния. Люди боятся иностранцев, прибывающих на американскую землю, но они также прекрасно понимают, что это необходимо, если они хотят выжить, как народ и нация. Корейцы – самая богатая и самая передовая нация на земле, и я рад видеть, как они используют своё влияние, чтобы помогать другим странам. Кана прибыла в Филадельфию. Корабли достигли западного побережья месяц назад, и за это время мы слышали бесчисленные доклады корреспондентов в других городах о приёме, который американцы оказали корейцам. Ситуацию можно охарактеризовать как невероятно положительную. В первую очередь, корейские власти выгрузили еду и медикаменты. После открытия пунктов экстренной медицинской помощи и продуктовых банков со всего западного побережья поступают сообщения о празднованиях и всенародном ликовании. Корейцы, не теряя времени, развернули авиацию и наземные транспортные средства, чтобы двигаться на восток и добраться до городов, расположенных в центральной и восточной части страны. Корейские рабочие, не теряя времени, развернули... Что? Почему заново? Ладно, неважно. Ну так вот, они что-то там говорят ещё на фоне? Говорят, 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 просто невозможно до бесконечности. Встретимся мы с вами уже в следующей части, дорогие друзья. На этом у меня всё, с вами был Гедеон. Смотрите только лучше.